Здравия желаю, дорогие друзья! Казалось бы, спецоперация, жёсткое закручивание гаек, подавление любой общественной активности, но нет, экологические протесты цветут и пахнут. Их не поддерживают своим словом ни либерастия, ни леваки. Все об этом умалчивают, ничего не происходит. Мы уже все дышим свежим воздухом, едим качественные продукты, леса, парки у нас не вырубают. Достаточно посмотреть ленту новостей по ключевым словам. Вот четыре примера. В Усть-Каменогорске 150 жителей вышли на митинг против строительства скотобойни. В Башкирии несколько деревень и дачники вышли на народный сход с требованием спасти местный пляж от коммерческой застройки. В Кировской области посёлок Ленинская Искра вышел на протестный сход, требуя ремонта водопровода. В Рязани протестующие уже которую неделю воюют с мэрией за право провести митинг против строительства песчаного карьера. Мэрия не против, митинг разрешён, но протестующим не нравится место. Они требуют выразить свой протест прямо в центре города. И это далеко не все примеры. Стоит ли упоминать про не менее многочисленные акции по сбору подписей в защиту лесов, полей и рек? Дорогие друзья, люди-то не молчат, люди-то борются, а что чиновники? Наша власть, они вообще что-то когда-то делать собираются? Вот депутат Евгений Ступин в Мосгордуме поднял вопрос и получил ответ. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в дополнение к ранее направленному письму в общем провели экспертизу. Росприроднадзор обнаружил превышение предельно допустимых концентраций выбросов воздуха загрязняющих веществ у мусоросжигательного завода номер 4 в Москве. По просьбе депутата в связи с массовыми жалобами жителей районов была проведена проверка, по итогам было зафиксировано повышенное содержание фенола с подветренной стороны с мусоросжигательного завода. Здесь есть один очень-очень важный принципиальный момент. У нас в стране уже есть ряд мусоросжигательных заводов, их собирается быть гораздо больше, построят в ближайшее время. Даже когда проводятся любые проверки, там не учитываются самые опасные вещества. Бензопирены, фураны, диоксины вообще не учитываются. Учитываются самые простые, я прошу прощения, допотопные составляющие воздуха. Нет ли там какого-нибудь аммиака, оксидов, азота. Да, это исследуется. Они могут на самом деле вызывать бронхолёгочные заболевания, астму и так далее. Но бензопирены и диоксины вызывают онкологию, вызывают рак. Это самые ядовитые вещества на нашей планете, которые мы легко можем встретить, не считая всякое там химическое, бактериологическое оружие. Не-не-не. Вот именно из тех веществ, которые мы можем просто, идя по улице, вдохнуть, хуже, чем бензопирены и диоксины, ничего нет. Их вообще никак никто не отслеживает. Их даже не измеряют. Нужно саму нормативную базу менять. Второй известный момент. Например, в Москве днём пишут, мониторят, что происходит в воздухе, а ночью нет. Поэтому если каким-то нечестивым предпринимателям или мусоросжигательному заводу надо что-то эдакое ядрёное сжечь, они ночью жгут. Ночью люди всем этим дышат, а на утро просыпаются, не понимают, почему голова болит. А, вот он, этот запах. Опять жгли. Так живут многие районы Москвы, столицы, мультимиллионного одного из крупнейших городов планеты. А что происходит в регионах? А что будет в регионах, когда там построят 200 мусоросжигательных заводов? У них же сейчас, у Ростеха, Чемезова, у них серьёзнейшие проблемы. У них в связи с санкциями срываются поставки лучших в мире, как они это заявляли, систем мусоросжигания. А что вместо них? Что будет в этих мусоросжигательных заводах, которые будут построены теперь по импортозамещённым технологиям? Дорогие друзья, если мусоросжигательных заводов станет ещё больше, ну, надо будет куда-то переезжать. И не факт, что на территории нашей страны останутся места, где есть чистый воздух. Хоть какие-то. Потому что мусоросжигательные заводы появятся по всей стране. 200 таких заводов появятся в России по планам наших замечательных Ростеховцев. Чёрный дым, предельно допустимые концентрации повышены в 4 раза. Вот официальный ответ. Андрей Ильич, про чёрный дым спрашивали жители. Вот его многократно наблюдали. Можете объяснить, это предусмотрено технологией или это нарушение технологии? Подприятие работает в штатном режиме. То есть, вот это, это норма. Этим вы будете дышать. Мусоросжигательные заводы, вот этот чёрный дым, это не нарушение. Это, знаете, можно было сказать, да, вы знаете, случилась ошибка, привезли не тот мусор, который нельзя было сжигать, и вот сожгли, появился вот такой чёрный дым, поэтому очень много ядовитых веществ выбросилось в воздух. Это необычно, это вот чрезвычайное происшествие. Просим понять и простить, вот уже ситуация устранена, теперь воздух будет чище. Нет, это норма. Ребят, готовьтесь. Вот это вот штатный режим. Мусоросжигательные заводы номер 4. При этом в непосредственной близости от мусоросжигательного завода строится дом на 300 квартир для ФСБшников. ФСБшники. Ау, граждане, проверьте эту информацию, я уже много раз её демонстрировал. Управление, там, обеспечение ФСБ, 4-е, кажется, заказало строительство дома на 300 квартир. Там прямо на плакатике написано заказчик, 4-й отдел ФСБ или 4-е управление, я плохо разбираюсь. Вот, пожалуйста, ещё веселье для нашего воздуха, для наших лёгких, поражённых ковидом. Под Красноярском пожарные третьи сутки не могут потушить горящую тайгу. Дымом заволокло целый горный массив. В окрестностях Дивногорска пламя полыхает ещё с 28 мая. Как сообщают красноярские СМИ, за это время в указанной местности успели пролиться дожди и прошли грозы, однако огненная стихия не утихает. Ещё раз, запомните логику, нам сейчас это понадобится, ох, вам понравится. Дожди прошли, пожар не утих. Дождь — это не гарантия, даже дождь с грозой это не гарантия. Для борьбы с лесным пожаром. Нужна нормальная система пожаротушения. Нужны санитарные защитные просеки. Много чего нужно делать, особенно вблизи населённых пунктов, особенно в зонах заповедников. Как водится, наши губернаторы снова не готовы к тому, что происходит каждый год лесным пожаром. В последние дни ситуация начала ухудшаться, но скорее благодаря погоде, а не действиям глав регионов. Самая плохая ситуация в Красноярском крае. Почти 2000 человек остались без жилья, 7 человек погибли. Ещё 10 мая президент Путин подчеркнул, что именно главы регионов должны обеспечить тушение пожаров, но также потребовал не замалчивать ситуацию. Особенно президент отметил, что сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы. Как вы думаете, в этом году за провал пожароопасного сезона, за масштабные лесные пожары Путин хоть кого-то из губернаторов уволит, посадит? Что ты мне подсказываешь, что нет? То есть в этом году он говорит, вся ответственность на губернаторах, но реально никакой ответственности они нести не будут. Таким образом, получается, что не справляющиеся губернаторы или не могут наладить работу в этом вопросе, а значит некомпетентны, или не согласны с Путиным и испытывают дефицит средств и техники. Тогда почему молчат? А вот оно, самое веселое. О, дорогие друзья, вам понравится. Правительство Российской Федерации совместно с главой Республики Саха-Якутия обеспечить проведение в этом году эксперимента по осуществлению в Республике Саха-Якутия мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров. Вы знаете, когда я не хочу никого обидеть ни в коем случае, но когда я слышу Якутия и эксперимент по вызыванию осадков, мне почему-то представляются шаманы. Шаманы, которые бьют в бубен и пытаются вызвать дождь. Мы проводим эксперимент, говорит Владимир Владимирович. Путин и вокруг него шаманы. Путин и шаманы. Еще раз, даже если это будет абсолютно научный, абсолютно технологичный вызов облаков, вы знаете, как, например, разгоняют облака перед парадом. Надо на День города или День Победы показать, чтобы картинка была прекрасной, чтобы салют прошел без проблем. Надо разогнать облака. Как это делается? Специально вызывают дождь в другом месте. Например, идет циклон с западной стороны, со стороны Смоленска. Вот в Смоленске пройдет сильный ливень, а до Москвы уже влага не дойдет, влага не долетает, поэтому небо остается чистым. То есть, вызывать осадки это обычное дело, в принципе, элементарное. Но вы вообще представляете себе, что Якутия это крупнейший российский регион? Якутия больше, чем пол Европы, блин. И вы вот в таких масштабах собираетесь тоже вызывать дожди? Такого никто никогда раньше не делал. Ну, надеюсь, не выдам никакую там супер-пупер военную тайну. У нас есть, у российских разработчиков есть технология управления погодой. Куда будет дуть ветер? Как будет? Ну, то есть, прям, это новый уровень. Это не вызвать дождик или разогнать облака. Это в этом направлении сделан потрясающий рывок. Об этом не говорят. Это технология запретная. Представьте, что будет, например, если над какой-то страной весь продовольственный летний сезон не будет выпадать никаких осадков. Можно искусственно в стране вызвать голод или наоборот накормить свою страну, потому что осадки это вода. Есть очень четкая зависимость. 10 тонн воды это одна тонна зерна, которая вырастет из этой воды. Если вы хотите вырастить тонну зерна, вам нужно в 10 раз по массе больше воды. И из этой тонны зерна может получиться еще в 10 раз меньше белковых продуктов. Там яиц, птицы, мясо. То есть в 10 раз такая вот пирамидка получается. А я не уверен, что вот сейчас, например, эти разработчики с этой суперпрорывной технологией вообще остались в России. Это коммерческая структура этим занималась. Я не уверен, что вообще президент, Академия наук, ФСБ контролирует этот вопрос, эту ситуацию. Это оружие уровня атомной бомбы. Но я думаю, что Путин скорее подписывает указ об экспериментах с шаманами, чем об этой технологии. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии просит принять незамедлительные меры в отношении ФГБУ заповедная Мордовия, которая по итогам внеочередной проверки признана неготовым к ожероопасному сезону. Ой, ну надо же. И тут неготовы, и там неготовы. Выяснилось, что бюджетное учреждение, которое управляет двумя федеральными особо охраняемыми природными территориями, не обеспечено даже системами видеомониторинга, а имеющаяся тяжелая техника находится в столь плачевном состоянии. Короче, все разворовано. Я убежден, что точно такая же ситуация происходит по всей стране. У меня возникает вопрос. Ребят, а сколько можно имитировать бурную деятельность? Весенние итоги исполнения федерального проекта комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Главными аутсайдерами стали Алтайско-Изабалкальские края, Республики Карелия, Северная Сетия и Коми, Амурская и Новгородская области, Чукотский автономный округ. Внимание! Российский экологический оператор, это у нас специальную структуру создали. Четыре года назад, когда была пенсионная реформа, еще мусорная реформа, мы все теперь платим за вывоз мусора в несколько раз больше в некоторых регионах, в 50 раз больше люди начали платить за вывоз мусора. И вот отчет. Рео регулярно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. В апреле 22 года, согласно мониторингу, доля ТКО, направленных на обработку сортировку в Российской Федерации составила 48%. Дорогие друзья, вы же представляете, какие объемы мусора генерируются в нашей стране? Это сотни миллионов тонн по году. Вы хотите сказать, что у нас на сортировку отправляется почти половина этого мусора? Вы кого хотите надурить, чтобы не выражаться матом? Слушайте, вот Москва, вот у меня под окнами внизу мусорные баки для смешанных отходов всяких, пищевых, там под памперсы детские нарисованы на этикетке и для сортируемых отходов стекло, пластик, бумага, металл. Приезжает мусоровоз и забирает и тот и другой мусор, все смешивается. Вы хотите сказать, это потом кто-то сортирует? Вы хотите сказать, что половина мусоров, а покажите нам эти заводы? Это по 5, по 10 новых заводов масштабных, здоровенных, по 50 человек персонала должно было появиться в каждом регионе. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы? И как у вас ситуация с лесными пожарами, с сжиганием мусора и с сортировкой отходов? Вы вообще что-то слышали, что строятся заводы? Наверняка у вас есть какие-то родственники, которые занимаются строительством, и они слышали, вот там крупная стройка, там сейчас вот это все создается. Потом вакансии открылись на имперсонала, потому что это все в ручном порядке надо сортировать, что куда, что мы берем, что не берем. И главное, у нас огромное количество вторсырья появилось, ведь правда же? Мы можем легко найти и бумагу переработанную, и все, что хочешь. Или подождите-ка, мы макулатуру закупаем из Европы, потому что в Европе все занимаются вторичным производством вторсырья, и потом у них его переизбыток. и российские компании в лесной стране не лес покупают, чтобы бумагу произвести туалетную, а покупают европейскую макулатуру. Ну, в ближайшие 30 лет на фоне глобального потепления европейская часть России зарастет борщевиком. Это еще одна проблема, о которой вообще никто не говорит. Владимир Владимирович, попросите шаманов с борщевиком тоже что-нибудь сделать. А то наша великая аграрная сверхдержава лопнет, как мыльный пузырь. Ставьте лайки, пожалуйста, дорогие друзья. Делайте репосты, пишите комментарии, помогайте распространить информацию. Люди по всей стране борются за право жить в экологически, не скажу в экологически чистом, в приличном месте, где дети не будут раком заболевать из-за мусоросжигательных заводов. 200 штук на подходе, 200 штук с импортозамещенным оборудованием, которое еще никаких вообще проверок не проходило. Проекты сейчас спешно переделываются. Вы понимаете, что нам вообще грозит? Что нас ждет? Вместе мы силы, вместе мы победим. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok